Привет, меня зовут Матвей Хумала, и сегодня я снова с текстом Юрия Деточкина, в котором мы ответим на вопрос, к чему приводит равенство полов у беспозвоночных. Будет много натуралистических подробностей, я вас предупредил. Поехали. В посте про угнетение митохондрии упоминалось о несправедливости полового размножения. Самцам дается возможность делать свои половые клетки маленькими и в большом количестве. Затраты на производство семени невелики. Оплодотворил самку. Гуляй дальше в поисках следующей. Самкам же приходится снабжать свои половые клетки запасом питательных веществ, чтобы зародыши могли развиваться. Женская половая клетка в сотни раз больше мужской, и прибавьте сюда ресурсы на вынашивание. Самки посвящают потомству существенную часть жизни, а могли бы заниматься собой и карьерой, например. И я сейчас не трогаю гендерные роли и заботу о потомстве у высших животных. Это требует отдельной заметки. Сейчас речь про несправедливости на самом первом этапе производства половых клеток. К схеме с неравенством многоклеточные пришли не сразу. Сначала была распространена изогамия, когда половые клетки были одного размера. Тогда вклад каждого пола в развитие потомства одинаков. Несправедливости нет. Успех? А вот и нет. Другие популяции, где сперма самцов мельчает, получают преимущество. Если полового материала одного самца хватит на многих самок, между самцами обостряется конкуренция. Победитель в борьбе, как правило, обладает полезными навыками. И чем больше самок он оплодотворит, тем быстрее эти навыки закрепятся в популяции. Половой отбор резко ускоряет эволюцию. Хотя наследуются не только полезные для выживания признаки. Иногда половой отбор ведет в странную сторону. Например, длинный хвост у павлина. Но в целом из-за стремления нравиться самкам парни сворачивают горы и двигают все племя вперед. И еще на самцах можно экспериментировать с разбросом признаков. Пусть рождаются и тупые, и гении. Эволюция разберется, чьи гены распространить у потомков. У самок разброс признаков надо сделать поменьше. Пусть берегут то, что уже есть и хорошо работает. В итоге, пока популяция с изогами и равноправием полов думает, чем бы еще заняться, их уже обскакали конкурирующие виды с самцами-спермабаками и самками-яжмутерями. Так недалеко и до вымирания отстающей популяции. Но есть способ сохранить преимущество мелкого семенного материала и убрать несправедливое распределение гендерных ролей. Я говорю о гермафродитах. В их организме развиваются как мужские семенники, так и женские яичники. В природе такой способ полового размножения распространен у беспозвоночных и некоторых видов рыб. О растениях я не говорю. Если видите на цветке тычинку и пестик, перед вами гермафродит. Гермафродитам быть очень удобно, если ты еще не готов остепениться, побудь самцом. Зависай в клубах, периодически сдавай сперму и ни о чем не думай. А если уже созрел к серьезным отношениям, хочешь завести семью и детишек, расчехляй икрометную машину, оплодотворяйся от любой мимо проплывающей особи и готово. Можешь заводить инстаграм и вставать в очередь в детский сад. Но что если из гермафродитов никто не захочет быть самкой? Что если вырастет поколение чайлдфри, которые не беспокоятся о тикающих часиках? К счастью, мнение молодежи никто не спрашивает. Инстинкт размножения силен. Когда наступает время, нужно искать вторую половинку и спариваться. А осталось решить, кому быть самкой, а кому самцом. Если вы обустраиваете справедливое общество, не забудьте продумать и этот вопрос. Определять по жребию, использовать квоты, менять пол неугодным. Тут большой простор для творчества. Как это происходит в природе? Я насчитал пять способов. Первый способ по взаимному согласию. Две особи встретились, как-то договорились, и один стал папой, другой мамой. Схема не запрещена законодательством большинства стран. Второй способ по возрасту. Например, сначала все обязаны отслужить самкам. А потом, хоп, становятся самцами. Иногда при этом даже меняется окраска. У рыбки-клоуна в группе все молодые особи-самцы. А самая взрослая и большая особь самка. Когда самка погибает, первый по старшинству самец занимает ее место и начинает метать икроп. Если бы в фильме «В поисках Немо» папа в конце превратился в маму, вы бы сочли, что это дичь и дань гендерной политкорректности, а это была бы всего-навсего история из жизни. Такие виды называются последовательными гермафродитами. Третий способ. Оба пола активируются одновременно в одном теле. Синхронные гермафродиты. Любите виноградных улиток? Тогда вам лучше не знать, как они спариваются. Вкратце. Две особи одновременно оплодотворяют друг друга, а потом вынашивают детишек и дружат семьями. Тот же принцип у дождевых червей. Нет никаких он или она. Анекдот про папу червяка, который ушел на рыбалку, не имеет ничего общего с реальностью. А теперь посмотрите на ареал распространения червей и улиток. Кто скажет, что это не эволюционный успех? Четвертый способ. Пол может включаться по трилигеру. Вдруг состав воды изменился, или стало теплее, или самцов стало мало, или ретроградный меркурий повлиял на гормональный фон. В общем, тяжело жить в эпоху нестабильности, когда не знаешь, кем проснешься завтра. Самцом или самкой. А вдруг вообще ты останешься один из всей популяции? Хвала создателю в этом случае можно самооплодотворяться. Пятый способ. Приберег для вас напоследок самый жесткий способ выбора пола. С помощью поединка. Речь пойдет о плоских червях. Живут в море, выглядят как моллюски, только с строением попроще. У них даже заднепроходного отверстия нет. Непереваренную пищу выбрасывают через рот. Все у них хорошо распространены по всему Индийскому океану. Живут на коралловых рифах, а значит красивы. Вот только за этой красотой прячется трудная судьба полной борьбы. Когда приходит время размножаться, две особи встречаются, достают половые члены и начинают ими фехтовать. Задача проткнуть соперника и не попасть под удар самому. Кто смог поразить врага и излить ему в тело семенную жидкость, тот объявляется папой. Жидкость внутри тела добирается до яичника и происходит оплодотворение. А поверженный соперник теперь обязан стать мамой и выносить оплодотворенные зародыши. Фехтование – это, конечно, громко сказано. Это неблагородный поединок, а скорее суетливая поножовщина в придорожном трактире. Впрочем, судите сами. Сам способ «ткни членом в любое место» называется травматическое осеменение. Да, секс – это не всегда удовольствие. Например, от такого способа страдают самки постельных клопов. У насекомых кровеносная система открытая, так что их можно оплодотворить прямо в гемолимфу. Вас ткнули острым локтем в транспорте? Не переживайте, теперь вы знаете, что в мире животных бывают вещи и похуже. Но вернемся к нашим червям. К чему эти поединки? Зачем определять пол такой ценой? Не готов дать однозначный ответ, вряд ли конкретно этот способ дает эволюционное преимущество для вида. Да, можно сказать, что в поединке побеждают наиболее развитые и быстрые особи, которые таким образом становятся самыми крутыми самцами и распространяют свои чемпионские гены дальше. Такая своего рода королевская битва. И любая особь червя – это потомок чемпионов прошлых лет. Может это защита от чайлдфри? Какая-то продвинутая особь скажет. Я выше всего этого. Не хочу заниматься фехтованием и тренироваться. Буду просто жить для себя на краю рифа. Не трогайте меня. Окей. Тут мимо проплывает опытный фехтовальщик, который не видит проблемы. Подошел, познакомился, проткнул. Готова, перед нами будущая мама. Вопрос еще ждет своего исследования. Я надеюсь, что у докторов гендерных наук когда-нибудь дойдут руки, чтобы изучить эту тему. Как видите, даже на уровне производства половых клеток тяжело установить справедливость. Вы придумаете интересную модель, где все равны, а в результате к власти все равно придет кучка угнетателей, которые назовут себя самцами. Мораль для борцов за равноправие. Стремясь построить справедливое общество, оцените риск. Подумайте, по какому принципу распределять гендерные роли? И не проиграет ли в итоге такое общество в эволюционной гонке другим популяциям? Мораль для гермафродитов. С раннего возраста учитесь фехтовать. Однажды это может пригодиться. Мораль для всех остальных. Занимаясь половым размножением, старайтесь сделать процесс приятным и действуйте только по взаимному согласию.